МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте! Президент Александр Лукашенко подтверждает интерес Белоруссии к развитию сотрудничества с Туркменистаном по всем направлениям. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня в Ашхабаде на переговорах с президентом Туркменистана Гурбан Гулыбердой Мухамедовым. Встреча проходит в формате один на один. Затем к разговору присоединятся члены делегации. Итогом переговоров, как ожидается, станет подписание ряда двусторонних документов. К слову, товароборот Белоруссии и Туркменистана за последние пять лет вырос в разы. Так, в прошлом году страны наторговали на 300 миллионов долларов. Значительную роль в этом сыграли и регулярные контакты на высшем уровне. Александр Лукашенко и Гурбан Гулыбердой Мухамедов договорились встречаться ежегодно. И на протяжении пяти лет это соглашение выполняется. В основе белорусского экспорта тракторы, грузовые автомобили, дорожная, строительная и сельхозтехника. А наиболее масштабный совместный проект строительства белорусскими специалистами под ключ Горлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений. Подробности официального визита президента Беларуси в Туркменистан в наших следующих выпусках. Экологи Литвы и России присоединились к общественному мониторингу воздействия белорусской ОРС на окружающую среду. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня в Минске. Документом предусмотрено активное участие литовских и российских специалистов в проекте. В частности, будет налажен обмен опытом в экологическом мониторинге атомных объектов и в мероприятиях по радиационному обследованию окружающей среды, строящейся в островце АЭС. Отметим, специалисты МАГАТЭ и других авторитетных международных организаций признают, что проект белорусской АЭС является одним из самых безопасных в мире. Нам очень приятно, что сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с литовскими и российскими нашими коллегами, общественными организациями, что выводит проект с национального на международный уровень. И позволяет не только нам доводить через наших партнеров объективную информацию о том, что происходит со строительством белорусской АЭС до стран-соседей, а действительно их волнует этот вопрос, но и также позволяет нам участвовать в программе мониторинга объектов, которые расположены на территории России и на территории Литвы. Без энергетики ни одно государство не может дальше развиваться. Энергии для наших государств, вообще северных государств, должно быть очень много. Энергия должна быть доступная и дешевая. Вот эти все возможности наряду с величайшим уровнем безопасности и надежности обеспечивают российство атомной отрасли. Я за то, что общественные организации включились в информирование общественности, что это строительство тоже будет безопасно, что мониторинг будет служить тому, что общественность будет знать о строительстве. К слову, Беларусь приступила к основному этапу строительства АЭС. Соответствующий указ подписал накануне президент. В настоящее время все подготовительные работы выполнены. В регионе создана инфраструктура, необходимая для сооружения станции. Разработана проектная документация. Получена лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии. И, как сообщили в дирекции строительства, заливку первого бетона Беларусь КАЭС планируется начать уже в ближайшие дни. Визит китайских деловых кругов продолжается в Беларуси. Гости из КНР представляют провинцию Шэньси. Сегодня между бизнесменами двух стран проходит контактно-кооперационная биржа. Стороны обсуждают сотрудничество в самых разных направлениях. Машиностроение, строительство, производство электрооборудования и стройматериалов, грузовых автомобилей и запчастей к ним. Добавлю, белорусско-китайские отношения сейчас на подъеме. Наблюдается неизменный рост взаимного товарооборота. За последние 10 лет он увеличился почти в 7 раз. Алкогольный эксперимент в Гомеле. С этого дня в областном центре вводят ограничения на продажу недорогого спиртного. Запрет продлится до конца нынешнего года и будет действовать с 10 вечера до 8 утра. В немилость городских властей попал алкоголь, стоимость которого не превышает одной базовой величины. Подобные меры призваны снизить количество правонарушений. Аварийный день на Минской кольцевой. Сегодня утром с разницей в несколько минут. Там произошло сразу две аварии. Сначала перевернулся грузовик, а затем столкнулись две легковушки. По словам водителя МАЗа, он ехал по крайней правой полосе и собирался съезжать на Слудскую трассу. Однако его подрезал седан. В результате водитель большегруза не справился с управлением. Машина снесла ограждение и опрокинулась. Легковушка с места ДТП скрылась. К счастью, никто в результате этих двух аварий не пострадал. Однако на внешней стороне МКАД образовалась серьезная пробка. Новый день и новая страница на международном кинофестивале «Листопад». Сегодня киноманов ждут 23 картины. Ленты из Казахстана, Германии, Дании, Швеции, Беларуси. В рамках основного конкурса игрового кино минчане смогут увидеть два фильма. Уроки «Гармонии» казахстанского режиссера Эмира Байгазина и работу хорватского фильммейкера Винка Брешина. Дети священника. Кроме этого, ценители отечественного кинематографа смогут насладиться картинами производства «Беларусьфильм». Сегодня стартует проект «Белорусская панорама». Постановка «Свадьба» после двухлетнего перерыва возвращается на сцену Купаловского театра. Первый показ белорусско-российского проекта состоится уже сегодня. Завтрашний спектакль будет приурочен к 75-летнему юбилею народной артистки Беларуси Зинаиды Зубковой. Она исполняет роль невесты. Отмечу, за последние несколько сезонов саунд-драму показали на целом ряде международных фестивалей. Спектакль дважды приглашали с долгосрочными гастролями во Францию. Видели его в Испании, Грузии, Азербайджане, России и Украине. Белорусские полярники покоряют ледяной континент. Сегодня стартует шестая антарктическая экспедиция. Пункт назначения в этот раз российская станция «Прогресс». Туда наши специалисты прибудут в середине декабря и задержатся до весны. За это время на Южном полюсе им предстоит провести ряд исследований, а также подготовиться к наиболее значимому событию для отечественной науки. В следующем году специалисты намерены приступить к строительству первой белорусской антарктической станции. Поэтому сейчас необходимо оценить возможное воздействие ее на окружающую среду ледяного континента. Далее в выпуске «Спортивное обозрение» Анжелики Урман. Сообщайте нам свою информацию по телефону горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 16.30.